Зверь выйдет из бездны, и удивятся те из живущих на земле, видя, что зверь был и нет его, и явится. Это Откровение Иоанна Богослова, глава 17, стих 8. Тибиан Филмс представляет. Дженерейшн Энтертеймент Продакшн. Мегидо, Долина в Израиле. Пять тысяч лет я боролся за то, чтобы быть услышанным в этом мире, но лишь немногие слушали. Теперь же, наконец-то, меня услышат все. Я покрою землю истинной, которая исчадила. Мир будет ловить каждое мое слово, чтобы узнать, взойдет ли солнце или текут ли реки. Я был здесь раньше, когда эти стены были высокими, когда эта земля была красной от пролитой крови. О, эти цветы и зацвели. Давай. Политые кровью твоих врагов. Я был здесь, когда египтяне вернули Хананею. За тысячи лет до того, как Назарянин пришел в этот мир. Но ничто. Ничто не сравнится с битвой, что грядет. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддоном. Кто, кто правит Иерусалимом в последние времена, будет править миром. Точно. Мэгидо. Резиденция Александра. Арестан, Вирджиния. День труда, 1960 год. Никсон пройдет как танк, даю гарантию. Никто не проголосует за католика. Ник Никсон не будет президентом. Неужели? Точно не в этот раз. Почему же? Он не телегиничен. Подумай. Будущий президент, по-вашему, должен попробоваться на роль в сериале «Дымящийся стол». Генерал, весь мир сидит у телевизора. Место, где формируется мнение людей. Люди вроде меня формируют это мнение. У меня более сотни теле- и радиостанций, журналов, газет. Если вы читаете, смотрите телевизор, слушаете радио, вы поймете, о чем я. Все думают, что ты милый. Я ненавижу тебя. Ты убил мою мать. Ах, вот где вы. Как мое чудо? Рада сообщить, что хорошо. Другого ответа я не ждал. Как ты, Стоун? Боюсь, он все еще тоскует по матери. Я тоже. Но прошло уже три месяца. Пора это перебороть. Молодой человек, завтра ты перестанешь горевать по маме. Нужно жить дальше. Ты понял? Да, отец. Ну и хорошо. Спокойной ночи. Покойной ночи, сэр. Я знаю. Я по ней тоже тоскую. Благой Господь взял твою маму, но дал тебе маленького братика. Хочешь горячего шоколада, дорогой? Мы могли бы посидеть у камина и поговорить. Хорошо? Я сейчас вернусь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... 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 Благослови меня, чтобы я мог служить тебе и нашей цели. Дай мне силу пронести твою весть по всей земле. Дай мне силу пронести твою весть. Дай мне силу пронести твою весть. Дай мне силу пронести твою весть. И посылали их в атаку с таким вот оружием. Это было эффективно, когда имела место рукопашная схватка. Мужество, сила и ловкость решали исход битвы. Но с появлением огнестрельного оружия, особенно автоматического, та же тактика привела бы к гибели тысяч храбрых воинов. Что это означает? Как военачальники, 10 лет спустя, вы будете в ответе за жизни ваших бойцов. Вы должны применять тактику, соответствующую военно-технологическим условиям. Спасибо, кадет Александр. Габриэла. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Габриэлла! Габриэлла! В бою есть два рода солдат. Те, которые живут, и те, которые умирают. Они приближаются. Построить периметры. Чтобы жить, вы должны научиться убивать. Убийцы побеждают в войнах. Кадет Монтичелли, вы и ваше отделение обороняете высоту 31 от атакующих под командованием кадета Александра. Победители закончат Академию с особыми почестями. Это не просто упражнение. Это первый шаг в ваше будущее. Продолжение следует... Продолжение следует... Похоже, ты проиграл, дружок. Я пленных не беру. Дурак. А Габриэлла так не считает. Бул. Мне жаль, что Фаусту пришлось оставить Академию. Ты это к чему? Он тебе очень нравился. Хороший юноша, но только для развлечения. Пошли. Красиво, да? Великолепно. Видишь кошек? Они повсюду. А две тысячи лет назад здесь держали львов и тигров. Их использовали для расправы над христианами. Да, людям это нравилось. Я помню, это из учебников. Да, конечно. Габриэлла, ты относишься ко мне так же, как и к Фаусту? Как к варианту для развлечения? Нет. Габриэлла. Останься. Останься со мной. Прошу. Останься. Останься. Тела Фауста весьма серьезны. Лишь через месяц он покинет госпиталь. Да. Мы все глубоко опечалены безвременным войнением Фауста. Весьма дипломатично. Но еще будет расследование. И то, что я узнал, не в вашу пользу, Стоун. У вас свидетельские показания более дюжины кадетов, данные под присягой бойцов Фауста, которые говорят, что меня не было поблизости, когда этот несчастный случай произошел. А я считаю, что вы каким-то образом ответственны за происшедшее. Я буду решать, кто будет наказан. К чему добавятся и личные мотивы. Сэр. Я видел, как вы смотрите на мою дочь. Мудрый отец, знающий свое дитя. Мне будет приятно получить ваше разрешение проводить с ней больше времени. Это не обсуждается. Едва ли вы хорошая партия для нее. Несмотря на ваши очевидные преимущества. Вы прирожденный Лидер Стоун. Но вам незнакомо чувство гуманности. Я не хочу, чтобы моя дочь общалась с таким человеком, как вы. И, тем не менее, боюсь, что вам не разлучить нас. Неужели? Взамен вашего разрешения, видится с Габриэллой, я не только позволю вам сохранить вашу академию, но дам вам нечто более важное. Вы думаете, что деньги вашего отца позволят вам угрожать мне? Я сообщу вашему отцу, что ваше пребывание здесь более нежелательно. Вы дадите мне, что я хочу. И взамен я подарю вам вашу душу. Вашу бессмертную душу. Смирно. Оружие на плечо. Оружие на караул. Ну, что скажешь о своем брате? Шагом. Марш. Хочу стать таким, как он. Лучше быть собой, Дэвид. Я решил закончить военную карьеру. Я согласился на пост в Европейском Союзе, в администрации. Поздравляю, сынок. Спасибо, отец. Дэвид. Наконец-то мы встретились. Так ты и есть мой младший брат. Надеюсь, ты не разочарован. Напротив. Отец готовит тебя пойти по его стопам? Ну, мы окончательно не договорились насчет моей дальнейшей жизни. Но мы решим это, не правда ли, отец? Конечно, решим. Нет ли здесь чего-нибудь попить? Лотненько. Я принесу. Не задерживайся. Нам есть о чем поговорить. Знаешь, Евросоюз не совсем твое место, Стоун. Ты не создан быть бюрократом. Я знаю, что делаю. Я все продумал. Тебе надо вернуться со мной домой и заняться бизнесом. Нет. Я вырос здесь, в Европе. Это мой дом. Кроме того, в жизни есть дела, кроме зарабатывания денег. Я не сделал для тебя все, что мог бы, Стоун. Я хочу это исправить. Поехали со мной домой. Давай вместе воплотим наши мечты. Что скажешь? Ну, мы втроем. Красивые сантименты, отец. Но, боюсь, они не очень практичны. Я собираюсь воплотить то, о чем ты и не мечтал. Я изменю этот мир. Старый, добрый папа. Ты думаешь, я несу чепуху? Увидишь. Нет, ничего. Все нормально. Меня зовут Дэвид Александр. Ты брат Стоуна. Ты его знаешь? Но мой отец руководит школой, и я знаю всех кадетов. Я считаю, Америка проиграла войну во Вьетнаме из-за СМИ. Правительство не смогло управиться с оружием, которым могло победить. Простите, генерал, отец. Я не знаю, что ты сотворил из моего сына. Поверьте мне на слово. Едва ли кто-то из нас смог бы приложить к этому руку. Почему твой отец не отдал тебя сюда? Ну, полагаю, он не думал, что я так же хорош, как Стоуна. Ты другой? В смысле, ну да, братья, но два разных человека. Да, теперь я хотел бы быть здесь. Почему? Потому что здесь красиво. Я не видел более красивых мест. Теперь ты будешь этот, как его, медиамагнато? Могнат. Могнат. Нет, нет. Видишь ли, я бы занялся чем-то полезным для людей. А телевидение не помогает людям? То, что я вижу на телеэкранах, нет. Похищаешь мою невесту, Дарит? О, Стоун, я просто... Невеста. О чем ты? Я собирался спросить тебя раньше, но не получалось наедине. Ну, раз уж у нас свидетель... Габриэлла, выходи за меня. Выходи за меня замуж, и я вознесу тебя на вершину мира. Извини, пожалуйста, Стоун. Мне надо идти. Она смущена. Какая милая. Она согласится. Если она согласится... Когда она согласится... Когда она согласится... Ты будешь очень счастливым человеком, Стоун. Человек-кузнец своего счастья, братишка. 25 лет спустя. Счастье. Конечно, мы были счастливы, что это благородное заведение было в Украине. Я была вдохновением и путеводной звездой все эти годы. Из этой академии выпускались одни из лучших в мире военачальников, а также капитаны индустрии, включая... И здесь я должен с долей гордости признать одного из наиболее выдающихся из них, сидящего здесь, моего отца. Позже мы превратим эту прекрасную комнату в концертный зал, память о другом замечательном отце. Отце моей дорогой жены Габриэллы. Молодец, Стоун. Спасибо. Что ж, оба моих сына стали лучшими ораторами, чем я. Это никогда не мешало тебе, отец, быть услышанным. Среди других. Ну, отца не нанестили речи о содержании. Извиняйтесь. Стоун? Я бы хотел поговорить с тобой, с Толом наедине. Конечно. Браво. Огромное спасибо. Дэвид. Кажется, мы уже встречались. Два раза за 20 лет. Кажется, нас уже обсуждают. Как ты? Я старею. Как ты? Нет, ты не стареешь. Ты теперь красивее, чем когда я видел тебя в последний раз в Нью-Йорке. Душка, Дэвид, ты мой самый любимый сенатор. Конгрессмен. Неважно, все равно я ужасно по тебе соскучилась. Рина Франчини, мне не хватает его. Да. Он был мне как отец. Уверен, он был большим отцом, чем я. Знаешь, говорят, начинаешь переоценивать свою жизнь, когда все отчетливо понимаешь, что ты не вечен. Я преуспел во всем, кроме одного. В чем же? В твоем воспитании. Чепуха. Я доволен тем, кем я стал. Спасибо за приматойт. Потанцуем? С удовольствием. Мы должны быть осторожны. Это может быть расценено как политическое заявление. Что ты имеешь в виду? Конгрессмен США танцует с женой главы Евросоюза. Кстати, как тебя называть? Ваше высочество? Дэвид, не глупи. Ваше величество будет в самый раз. Я должен кое-что тебе сказать, Столл. Да, я знаю. Ты все отдашь, да? Все твои телестанции, кабельное телевидение, даже твои спутники связи. Этому немытому сбороду, который сделал тебя таким богатым. Ох, боюсь, ты жаждешь искупления грехов, папа. Но слишком поздно. Слишком поздно. Я не знаю, откуда ты выяснил, но это ничего не изменит. Я сегодня же объявлю о своих планах, когда выступлю встречу. Да, да, как вовремя. Кастрация своего отпрыска на людях. Я всегда восхищался твоим чувством времени, но, боюсь, я не могу тебе этого позволить. Нет, вы не останьтесь без доли. Для тебя и Дэвида будет солидный трастовый фонд. Ты получишь замок в Риме, у Дэвида будет недвижимость в Вирджинии. Смею вас уверить, вы оба комфортно устроитесь. Мне нужен большой комфорт, отец. Больше, чем ты можешь себе представить. Какова жизнь с моим братом восходящей звездой? Кажется, ему вообще не нужен отдых. Я бы хотела знать, что он хочет от жизни. Ну, не луис ты. Чего еще ему надо? Дэвид, я серьезно. И я. Это неприемлемо, отец. Я получу, что принадлежит мне по праву, а мою по праву... В общем, все. Я все решил, что он... Твои слова ничего не изменят. Жаль. Видишь ли, мне понадобятся твои медиа-империи и власть, которая в ней кроется. Да, я намереваюсь изменить суть вещей в этом несовершенном мире. Мальчик, я предупреждаю. Если ты хоть попытаешься драться со мной в суде... О, старый добрый папа, чуть что лезущий в драку. Я бы скучал по тебе, если бы мне не было совершенно наплевать на тебя. Но... Мне не наплевать. Иди к дьяволу. Да. Кто-нибудь вызовите скорую. Скорее. Отец. Отец. Что случилось? Не знаю. Ему было нехорошо. Он вышел на балкон подышать воздухом. И должно быть он. Отец. Господи, почему меня там не было? Нет, отец. Не пытайся говорить. «Десять лет спустя». Это кровь моя, пролитая моими руками. Мейте ее и подождите. Это плоть моя, во грехе рожденная. Вкусите ее и возрадуйтесь в моем новом царстве. Но горе тем, кто восстанет на меня, да будут они посечены, как пшеница градом. Мой гнев разольется, как темный прилив над страдающей землей. О горе тем, кто встанет на пути моем праве, о горе. С последним разрушенным оплотом террористов развернулись празднования у исторической храмовой горы в Иерусалиме. Мы ожидаем инаугурацию Стоуна Александра, первого канцлера Союза Единого Мира. Чак. Спасибо, Дана. За время правления Стоуна Александра он буквально изменил лицо мира, Используя свое огромное состояние, он решил проблемы мирового голода и засухи, принес мир на Средний Восток и заложил фундамент для всемирного правительства. Вот так. Видите, что можно провернуть, если давать отчет Конгрессу? Еще раз говорю тебе, Ричард, Отзыв нашей делегации был ошибкой. Это неправильный ход. Я думаю, это как раз правильный ход. Что ж, вы вовремя, мистер вице-президент. Представление пока не началось. Восхождение Александра на пост председателя Европейского Союза было стремительным. Государственные границы были упразднены с тех пор, как мир был поделен на 10 демократических зон. Генеральный секретарь каждой зоны имел один голос в парламенте Объединенного мира. Но с назначением Александра единым канцлером это, по всей вероятности, прекратится. Войдем внутрь. Канцлер вот-вот начнет свою речь. Друзья мои, вы построили для меня великолепный дом. Моя душа ликует, когда я вижу то, что совершается. Когда-то я сказал себе, я взойду на небеса. И это свершилось. Не могу поверить, что вы с этим парнем родственники. Должно быть, его подкинуло на родительское крыльцо стаи волков. Я воздвигну мой трон выше звезд, и это... Все это... Ты веришь этому психу? Претендует на лавры Адольфа Гиллера. Знаешь, теперь, когда почти весь мир встал под его знамена, он будет искать способ надавить на нас. Экономическая эмбарго будет их первым закономерным шагом. Отрежет нас от мировых рынков. Какой позиции придерживаются китайцы и латинские страны? Нейтральный. Вот, взгляните на отчет нашей разведки. Спутниковые снимки показывают высокую активность вокруг российских хранилищ ядерного оружия. Они его перемещают? ЦРУ говорят, что кто-то предложил им грузовик, набитый деньгами, за несколько боеголовок. Это неподтвержденная информация. Кто вышел с этим предложением? Должно быть, мой братец. У меня канцлер на связи. Выведи на экран. Я задержусь в средне-восточной зоне еще на день, но когда я в среду вернусь в Рим, то полагаю увидеть вас там. Я очень занятой человек, канцлер. Мистер президент, на КМУ будущее мира. Что сие означает? Гордый, гордый человек, наделенный призрачной властью. Это означает, сэр, что мои люди встретят ваш самолет через 30 часов в Риме. Адмирал, где сейчас дрейфует наша шестая флотина? Влези побережье Италии, сэр. Что ж, я бы сказал, что место как нельзя подходящее, а, джентльмены? Над чем ты задумался, Дэвид? Не хочешь отдохнуть? Я тут кое-что для вас оставляю, сэр, и все пытаюсь понять мысли своего брата, понять, что им движет. Я знаю, черт возьми, что им движет. Так называемая власть. Сильнейший афродизиак, известный современному человеку. Черт, я сам принимаю добрую его дозу каждый вечер перед сном. Мне нужно что-то, что даст мне опору, когда дело дойдет до разборки с твоим братом. Извините. Отчет по страховкам. ЦРУ составило список из двухсот имен тех, кто тем или иным образом выступал против моего брата, политически или экономически. Дай угадать. Умерли. Все до одного. Сколько из них умерло насильственно? Ни одного. Все они умерли от сердечных приступов, рака, инсультов. Что он на них порчу наводит? Не надо этой мистике, Дэвид. Я просто хочу сказать, что может вам держаться от него подальше? Сейчас я не могу пойти на это. Если я хочу серьезного к себе отношения, то буду действовать лицом к лицу, как мужчина с мужчиной. Знаете, сэр, я думаю, что вице-президент прав. Знаешь что, когда ты будешь президентом, мы дадим тебе право так решать. Но пока... Джин. 25, давай. Да, сэр. Граждане моего Мирового Союза, засвидетельствуйте свой первый день в едином мире. Одна валюта, Один язык. Одна цель. Каждый день стремиться сделать жизнь всех людей лучше и лучше. Один диктатор. О, да, я знаю, у кого-то мелькнет такая мысль. Я знаю, откуда происходит этот страх. Этот самый страх заставил, дорогие друзья, убить Юлия Цезаря вон там, в римском форуме. Вот что сделал страх. О Бруте говорили, он амбициозен. Но, дорогие друзья, нет нужды бояться моих амбиций. Я не диктатор. Но я должен направить. Иногда на время люди нуждаются в этом. Я не требую следовать за мной. Но я приглашаю вас пойти со мной в путь. В путь к лучшему миру. Здравствуйте, канцлер. Мистер президент. Дэйвир. Братишка. Габриэл, шляп тебе свою любовь и хочет тебя увидеть, если время позволит. Спасибо. Чертовски хорошая речь, канцлер. Не так хороша, как ваша предвыборная. Что ж, после того, как мы обменялись взаимными любезностями, не возражаете, если мы перейдем к делу? С удовольствием. Я знаю, что вы сотворили со странами Третьего мира социалистическими оазисами. Все их построили в ряд, как маленьких утян. Но США не хотят участвовать в вашем так называемом новом мировом порядке. Боюсь, это уже решает не вам. Видите ли, ООН и Европейский Союз уже вошли в мою организацию. Кстати, ваши представители в ООН проголосовали за. Эти дипломаты уже отозрены. Мистер вице-президент, я думаю, что вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что то, чего я добиваюсь, лучше для всех. И все же, несмотря на ваше намерение, я полностью согласен с президентом. Вы не можете быть единственной лодкой, плывущей против течения. Изоляция не пройдет. Нет. Северо-американская зона должна премкнуть Костельнин. Северо-американская зона? Вы и ваши люди можете называть это, как хотите. Но пока я дышу, я президент благословенных богом Соединенных Штатов Америки. Понимаю. Что ж, тогда ни о чем больше говорить, не правда ли? Джентльмены. Всего хорошего. Сэр. Дэвид. 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 Габриэлла. Габриэлла. Чао, Дэвид. Как ваш президент? Очень неважно. Стоун позвонил мне в клинику, сказал, что ему нужно меня увидеть. Что это срочно. Он будет позже. Я воспользовалась случаем и приготовила ланч. Останешься? Конечно. Хорошо. Идем. Как хорошо встретиться с тобой вот так. Только ты и я. Как давно это было? Два года назад. В июле на открытии твоего фонда в Вашингтоне. Не могу поверить, ты все помнишь. Все были без ума от тебя в тот вечер. Все, кроме тебя. Ты почти не говоришь со мной. Чао, Габриэлла. Ты была окружена поклонниками. Между прочим, я всегда был влюблен к тебе. Дэвид, как приятно. Я никогда не думала, что ты так сентиментален. Можно тебя кое-чем спросить? Между тобой и Стоуном все нормально? Что за вопрос? Конечно. Благодаря ему мой фонд имел грандиозный успех. Знаешь, сколько килограммов еды мы отправили голодающим народам в прошлом году? Более 500 миллионов. А ты счастлива? Счастлива, счастлива, счастлива. Что из счастья? Габриэлла, я боюсь за тебя. Почему? Мне кажется, что любой, кто становится на пути у Стоуна, плохо заканчивает. Умирает? Ты сумасшедший. Может быть. Может быть. Но я хочу, чтобы ты была осторожна. Почему? Пожалуйста, будь внимательной. Ты сделаешь это ради меня? Пожалуйста. Я буду осторожной. Канцлер желает вас видеть. Прости. А, Дэвид. Мне так жаль, Бенсона. Я помолился за него, но никогда не знаешь, слушает ли тебя Бог. Ты думаешь, тебе это сошло с рук? Да. Прошу прощения. Я не знаю, как ты это сделал, но я это выяснил. Я не нравлюсь тебе, да, Дэвид? Да ладно, не отрицай. Я действительно тебе не нравлюсь. Чего ты хочешь, Стоун? Уверен, у тебя были приятные ланчи, беседа. А моя жена, она такая верная. Я ценю это качество превыше всех других. Так ты об этом хотел поговорить со мной? Очень скоро ты станешь президентом североамериканской зоны. Я хочу, чтобы ты был моим сторонником. Пожалуйста, выслушай меня. Ты мой брат, Дэвид. Ты семья. Кровь. А это что-то значит даже для меня. Мы никогда не были семьей. Дэвид, я пытаюсь тебе помочь. Разве ты не видишь? Мы вместе можем править миром. Присоединяйся ко мне, я вознесу тебя. Ты будешь вторым после меня. Ты сошел с ума. Это в моих силах. Я могу это сделать. Как только китайцы и латиноамериканцы будут на нашей стороне... У тебя даже в аду не будет шансов. У меня всегда будут шансы в аду, Дэвид. О, брось. Давай осуществим вместе эту великую авантюру. Обещаю, ты не пожалеешь об этом. Прощай, Стоун. Это неприемлемо, отец. Я получу, что принадлежит мне по праву. Что ты сделал? О, теперь это уже не я. Правильно сказать, что ты сделал. Да, Дэвид? Ты ведь не думаешь, что кто-то в самом деле поверит в это? Я даже не был, там есть свидетели. Это телевидение. Люди верят тому, что видят по телевизору. А кроме того, прежде чем ты сможешь доказать обратное, доверие к тебе умрет, как старый дорогой папочка. Не заставляй меня. Ой, испугал. А моя жена знает, какой ты свирепый? Мистер президент. Дэвид. Дэвид, мне очень жаль. Что мы можем для тебя сделать? Я бы также хотел, чтобы вы проконсультировались с вашим конгрессом. Президент Александр. И я хотел бы получить ответ в течение 24 часов. Береги себя. Надо было его убить. Сверхъестественные дела порождают сверхъестественные неприятности. Две тысячи лет. Чувствуешь? Ты чувствуешь, что все подходит к концу? Твоя жертва была напрасной. Скоро ты склонишься предо мной. И твой отец увидит, что я истинный ловец человеков. Достойный разделить? Нет. Занять его трон. Так возликуйте небеса. И вы там живущие. Горе, обитающим на земле и на море. Потому что дьявол спустился к вам в великой ярости, ибо знает он, немного ему отпущено время. Мы получили официальное заявление. Ваш брат, президент, отказывается присоединиться к нам. Что ж, в делах великих интриг мой земной братец лишь малое неудобство. И так, после вечности ожидания конец уже виден. Да. Ты понимаешь это? Теперь они верят мне. Мне. Да, испытай их. Пошли им страдания. И слей на них чаши твоего гнева. Нашли на них чуму. Да. О, браво. Молодец. Но ты можешь больше? Давай. Излей чаши твоего гнева на землю. Да свершится. Пожары, вызванные продолжительными метеоритными дождями, бушуют над страной уже 11 день подряд, в то время как неблагоприятные погодные условия сохраняются по всему миру. Уровень наводнения в Бельгии повышается. Грязевые сели в Центральной Америке вызывают угрозу эпидемий. Вчерашние беспорядки повлекли за собой гибель 300 человек. И это лишь один эпизод актов гражданского неповиновения, следующих за каждым новым природным катаклизмом. Они думают, это чертов конец света. Они бунтуют на улицах. Прошу вас, не сочтите мой народ неблагодарным, но когда градовые бури уничтожают треть растительности нашего континента, я понимаю. Так исправьте это. Мистер Президент, вы должны выслушать меня. Я не изменю свое мнение о вступлении в Мировой Союз. Официальная нота из Рима. Мировой Союз устанавливает против нас полное торговое эмбарго. Дамы и господа, будьте уверены, я сделаю все, что в моей власти для решения наших проблем. Вскоре я лично нанесу визит в ваши страны, чтобы увидеть все самому. Он хочет контролировать мир. Навести порядок в мире не значит контролировать его. Но он отнимает мою свободу. Свободу нашей суверенной нации. И теперь я не испугаюсь санкций или эмбарго, или чего он там еще придумал. Я отдал распоряжение о массовых казнях всех диссидентцев и их семей. Мы не можем допустить неповиновения в такой критический момент. Браво, Кочицкий. Ты великий президент. Но... Давайте не будем заходить слишком далеко. Хорошо? Нам не нужны горы трупов. По меньшей мере, это производит угнетающее впечатление. Мистер президент, я должен высказаться на чистоту. Ваша семейная свара замутняет ваш рассудок. Люди этой нации не будут на побегушках у иностранцам. И мы не дадим ему власть решать нашу судьбу. Что насчет зон ренегатов? Что-то надо делать. Да, у китайцев полумиллиардная армия у наших границ. О, маловерные. Простите меня на секунду. Будьте спокойны. Все идет своим чередом. Хаос делает ситуацию лишь интересней. Америка согнется. А что касается Китая, это все решится в Мегидо. Это правительство всегда избиралось и будет избираться из народа, народом и для народа Соединенных Штатов Америки. Все, совещание окончено. Обещаю, вы пожалеете об этом. Передавайте привет моему брату. Ты сделал из людей фанатиков, чтобы сделать их инструментом в своей политике. Мы обсудим это позже. Нет. Мы обсудим это сейчас. Есть вещи, которые тебя просто не понять. Как, например, то, что каждый, оказавшийся на твоем пути, умирает? Дэвид мне рассказал. Скажи, что это не так. Да, да. Я забыл, что мой братик послал тебя шпионить за мной. Так это правда? Ты убил своего отца? Президента? Я не могу в это поверить. О, слабость, имя твое, женщина. Слушай, иди-ка ты кормить своих жалких бедняков и не суй нос в мои дела. Если тебе плевать на бедняков, зачем ты тратил свое состояние, чтобы накормить их? Потому, дорогая, что путь человеческой преданности лежит через желудок. Но пока они только протягивают руки и просят все больше и больше. И ты поощряешь их. Я устал от них, от их вони, от их нищеты, от их болезней. Пусть голодают, пусть уверяют. Мы обрели целый мир, но мы потеряли свои души. Боже, Боже, помоги нам. Бог. Бог? Да, уверен, он притаился где-то здесь. Так вставай же на колени, воздевай к нему руки и моли. Давай, вымаливай его любовь. Мою ты уже потеряла. Кто ты? Прощай. Благодарю вас, мои дети Африки. Вы на самом деле, мои дети, возлюбленные более прочих. Но, о, дети мои, этим миром сегодня правит хаос. Я говорю, хаос, хаос, хаос. Это зацепленная местность, сэр. Если узнает, что я привез сюда военного главу нашей зоны... Это Мексика, сержант. Это наша страна, а не зона. Понятно? Да, сэр. Разрешите? Спасибо. Сеньор Александр, я могу вам помочь? Я знал, что ваш фонд работает здесь, но я не думал, что буду иметь счастье лично вас здесь увидеть. Спасибо, сеньор. Какие потери среди населения в этой деревне? Не знаю. Сто? Может, больше? Завтра будет в два раза больше. Господи, помоги. Вы видели огненную стихию, прошедшую через ваши поля. Вы видите полуденное небо, черное, как ночь. И вы видите, как умирают ваши близкие от чумы, и что обрушилось на ваши города и на ваши села. Вы видели, что мир, который мы все любим, трещит по всем швам. И вот почему вы пришли сюда. Вы пришли за моей помощью. я не могу вам помочь. Спасибо, сеньор. Что ж ты за бог, который видит все это и бездействует? даже Бог не сможет заставить нас творить добро. Это должно стать нашим выбором. я не могу помочь вам, потому что вы отвернулись от меня. От меня. я тот, кто накормил голодающие массы. Я тот, кто принес на землю мир. И чем вы отплатили мне за это? Вы отвергаете меня. Вы отвергаете меня. Отвергаете меня, вашего бога. Неправда. Ты не бог. И за это вы будете наказаны. Молитесь мне. Молитесь вашему богу. Да будет воля моя. Теперь она предстанет предлиться Божьим, исполненное трепетом и уважением, для которого она была создана. И она не забудет генерала, приехавшего сюда, в эту деревню, рисковавшего жизнью, чтобы помочь ей. Божья помощница. Уверен, твоя поездка была такой же успешной, как моя. Я же сказал тебе, пусть умирают. Хорошие умирают ежедневно, так что не стоит так расстраиваться. Субтитры создавал DimaTorzok Из-за землетрясений и других катастроф на планете Калифорния объявила сегодня чрезвычайное положение, доведя общее число штатов, требующих федеральной помощи, до 25-ти. Нехватка в стране продуктов и горючего... Почти как в Библии, Зар. Надеюсь, я вас уважаю. Сегодня конгрессмены обеих палат призвали президента принять предложение о вступлении в Мировой Союз, что привело бы к моментальному решению проблем. Что ж, по крайней мере, телевизионщики будут довольны. Да. Это поднимет их рейтинги выше крыши. Чудесное изобретение телевидения. Почти все делает за меня. Трезвычайные все еще противостоят вам, ваш брат. Да. И после всего, что случилось, он все упрямится. Нанеси ему удар. Ведь я предупреждал тебя. Никогда больше не смей указывать мне никогда. Мой брат, президент, придет, когда наступит время. Мы безраздельно верили президенту. Мы сплотились вокруг него, потому что верили в его честность. Но вся его карьера строилась на лжи. Департамент юстиции располагает видеозаписью камеры наблюдения. Она показывает, что смерть Дэниела Александра не была случайностью. Уже нет сомнений, что наш президент обеспечил себе наследство через гнусное преступление, отцаубийство. И теперь, в тяжелый час, для нашей нации открылась его истинная натура. Дэвид Александр — человек, который сделает что угодно, скажет что угодно. Когда имела место эта пресс-конференция? Около десяти минут назад, сэр. Ее повторяют по всем каналам. Соедините с ним. Настало время заменить Дэвида Александра кем-то, кто поведет нас. Дай угадаю. Тобой. Он на экране, сэр. Брэкенридж, вылжатся и трус. Тебе это даром не пройдет. Дэвид, давай поговорим, как люди, любящие свою страну. Брась, это лицемерие. Я понимаю, что ты наделал. У нас ордер на арест Дэвида Александра. Звони президенту. Открывай ворота. Живо! Из-за тебя мы закончим войной со всеми странами Мирового Союза. Ты этого добиваешься? Если они доберутся до нас, то живые будут завидовать мертвым. Департамент юстиции выдал ордер на твой арест. Это измен. Мистер президент, вы не оставили мне выбора. Мы не одни, сэр. Вертолет сюда. Быстро. Боевая готовность. Вы словно предвидели, что случится. Я достаточно давно в политике, чтобы знать, что всегда нужно быть готовым к худшему. Можно спросить, куда мы летим. Вертолет возьмёт нас и командование ВМФ, а потом нас доставит к шестой флотилии. Задержите их. Пошли. Дальше ни шагу. Мы приехали вставать президентом. Не в мою смену. Вы должны уходить, сэр. Должны уходить. Заходите с тыла. Идите, сэр. Давай, пошёл, пошёл. Америка моя. Президент сбежал из своего кабинета, и сейчас его правительство уже голосует за вступление в мой мировой союз. И когда мы соберёмся на Среднем Востоке, я уверен, вы тоже там будете. Китайский народ никогда не преклонится перед вами. Мистер премьер, я знаю, во что вам обошёлся голод. Десятки миллионов жизней. Мы можем потерять полмиллиарда и остаться сильными. Вы способны стольких принести в жертву? А вы? Уже принёс. Есть пророчество. Царьевостока соберут свои армии на дни нах Мегидо. Соберёте и вы. Если все десять зон не будут твоими... Будут. Мы вызываем вас. Сейчас. Соберёте и вы. Нет. Нет. Отрекись от Бога и останешься жить. Нет. Мы бессильны перед Александром. Тогда мы должны дать ему то, что он хочет. Но не так, как он хочет. Мистер президент. Джентльмены, госсекретарь Брэкенридж самолично провозгласил себя президентом и хочет вступить в Мировой Союз. И мы получили донесение, что китайцы посылают войска, чтобы примкнуть к Стоуну Александру. Это равнозначно государственному перевороту. Я хочу знать, на чьей вы стране. Страшно, сэр? Немного. Все будет хорошо. Доверьтесь своим двигательным инстинктам. Если застоитесь, вы труп. Теперь мне гораздо спокойнее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давай, пошел. Продолжение следует... Сейчас. Прекратить огонь! Будьте добры, погасите свет, когда закончите, и, пожалуйста, не ходите грязными ботинками по моим обесенским каврам. Его здесь нет. Ей же со мной, сэр. О, папа! Папа! Мне так стыдно. Габриэлла! Габриэлла! Все хорошо. Хорошо, я с тобой. Я с тобой. Мы вызвали тебя отсюда. Он сказал, что ты придешь. Доктор, сюда! Я увезу тебя отсюда. Ты и я. Нет. Ты должен сразиться со зверем. Тебя поведет человек, у которого есть глаза, но он не видит. Следуй за ним. Молчи. 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 Не бойся. Бог уже уготовил тебе путь. Ступай по нему. Доверься ему. И все же. Это конец. Габриэлла. 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 Сэр, я думаю, вы должны знать, что китайцы выходят в средневосточную зону. Брекенридж послал следом бронетехнику США. Одна хорошая новость, что сегодняшняя операция прошла для них незамеченной. Брекенридж не подозревает о наших планах. Габриэлла. Эй, уйди с дороги. Нет, подожди. Сэр. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. И на бедре его написано «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне. И увидел я новое небо и новую землю. Боли нет. Боли нет. Когда зло выходит на свет, оно теряет свою силу. Спаси нас. Спаси нас. Спаси нас. И поразил Господь беззаконных дыханием уст Своих и светом Своего пришествия. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Спаси нас! Спаси нас! Что там произошло? Мне было послание. Что вы намерены делать? Мне нужно поговорить с китайским премьером. Могу я быть рядом? Мы идем на битву со зверем. Благодарю вас, мистер премьер. Поймите, мы рассчитываем на вас. Мы должны обнять зло, чтобы воткнуть нож глубже в его спину. Равнина Медигу. Легендарные перепути Среднего Востока. Немного позднее, когда прибудет китайский премьер со своей армией, главы всех десяти зон Мирового Союза соберут свои войска, чтобы засвидетельствовать величайшее историческое соглашение. Новый лидер Соединенных Штатов прибыл только что. Примейте поздравления, мистер президент. Премьер-министр, как вы? Президент Брекенридж в Мегидо представляет правительство Соединенных Штатов. Международная охота за Дэвидом Александром продолжается. Джентльмены, если мы задействуем спецподразделения для проведения демонстративной атаки по направлению к дислокации его штаба, а затем перебросим их на левый фланг для укрепления позиций, то мы сомнем всю линию его обороны. Это выполнимо. Но, насколько я понимаю, армию Стоуна собраны для празднования. Они не ожидают сопротивления. И если мы дождемся китайцев, начнем полномасштабное внезапное наступление. В любом случае, много людей погибнет. Выполняйте. Есть, сэр. Мои воины, вы сделали первый шаг на пути. На пути в Иерусалим. На пути к новому миру. Слава Господу Александру! Слава Господу Александру! Как известно, хозяин желает побывать во всех субъектах Союза. Для этого Господь Александр выбрал лагерь Европейской зоны номер 3 для неофициального визита в 22.00. В последующие 10 дней армии каждой зоны будут иметь возможность познакомиться с человеком, создавшим новый мировой порядок. Господи, почему я? Должен быть кто-то другой. Кто-нибудь. Мне страшно. Я не хочу умирать. Но глубоко в душе я знаю, что если не взойду на этот холм, то умру сейчас. Я в твоих руках. Сэр, я пойду с вами. Нет, нет. Я пойду один. Вы знаете, что не вернётесь, да? Это то, что могу сделать только я. Спасибо. Господи, дай ему силы. Сохрани его. Я не знаю, хватит ли у меня сил пройти через это. Поэтому я молю о твоей помощи и защите. И более всего, в твоём прощении за всё, что я делал по своей воле, а не по твоей. Возьми мою жизнь. Сделай мою жертву ненапрасной. Бог дал. И Бог взял. Добрый вечер, джентльмены. Добрый вечер, джентльмены. Добрый вечер. Дамы и господа, я попрошу поднять вас бокалы, чтобы отпраздновать прибытие в Мегиду моего брата и признать, что с сего момента я настоящий ангел-хранитель своего брата. Дэвид, Уверен, ты хорошо провёл ночь. Хороший денёк, не так ли? Солнышко сияет, птички поют, и всё спокойно в моём мире. Твой мир гнивое и мрачное место. Я знаю, что ты сделал с Габриэлой. Так вот, почему ты здесь. После того, что ты наговорил и натворил, это всё из любви. Должен сказать, я наблюдал за вами обоими все эти годы. Видел, как вам было трудно, и как благородны вы были, так и не поддавшись искушению. Это изысканное удовольствие видеть, как вы оба мучаетесь. Я задел тебя? Прости. Я знаю, кто ты. Ты только думаешь, что знаешь. Жаль, что для тебя всё так грустно кончилось, да? Ничто ещё не кончено. Да нет уже, всё. Давай ты. Дорогой братец, я всё же протяну тебе соломинку. Будь со мной заодно, и я вознесу тебя от твоего незавидного положения и сделаю царём среди людей. Ты переоцениваешь себя. И всегда переоценивал. Твоим людям не справятся со мной. Никому не справятся. Вы можете только умереть. Не то, чтобы я был против, но кем править, если все умрут? Кого наказывать? Иди взгляни, Дэвид. Какое великолепие. Всем подразделениям выйти на исходное. Наконец-то прибывают китайцы. Да, промышленные, да. Я найду им хорошее применение. Чтите моего сигнала. Ну и где же твой бог? Он придёт. Неужели? Тогда, возможно, я представлю тебя ему, когда он придёт. Ты слышал, как его глашат и возвестили о его славном пришествии, нет? Как не смешно. Я тоже не слышал. Может, на этот раз он встретил равного? Четыре армии, всё твоё оружие. Всё это бесполезно против Бога. Ты так ничего и не понял, да? Это битва между мной и Богом за человеческие души. Эти... Эти тела, они... Не моя армия, они мои трофеи. Ведь ты всё видишь, так ведь? И они покинули тебя. И сейчас они идут за мной. Я победил. Теперь же я превращу эту планету в рай. Но только в моём понимании... Мои падшие ангелы восстанут снова. Ты слышал выражение «Ад на земле». Это один из дней нового тысячелетия. Уже завтра всё станет гораздо хуже. Тебя не будет здесь завтра. Открыть огонь. Я не отдавал приказ наступать. Что происходит? Атаку! Китайцы повернули против нас. Что? Американцы. Они наступают на этом фламе, а латиносы на другом. Огонь! Своевалия, Стоунг. Это часть человеческой сущности. Ты забыл бы. Это такое немедленно. Стоунг. Продолжение следует... Продолжение следует... На землю! Быстро! Пошел! Пошел! Вы куда собрались? Воевать! Всем подразделениям! Цель — вражеский штаб! Слушайте все! Стоять на оснать! Продолжение следует... Продолжение следует... Сюрприз! Так ты думаешь, что знаешь меня? Что ж... Подумай еще! Сатана! Люцифер! Я вошел в историю под многими именами... На этот раз даже под твоим... Твой брат был лишь сосудом, который я избрал... Куклой, руками которой я делал свою работу... Продолжение следует... Прощай! Я призываю вас силы тьмы... Восстаньте силы зла! Восстаньте! Восстаньте и любите каждого, кто станет на вашем пути! Восстаньте! Это я, ваш господин, повелеваю вам! Восстаньте! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...